Вот эта дама, нет, там Маша, а то Тес, вот, все, так, так, так. А, они уже между собой разговаривают, но все равно. Итак, у меня на даче есть красное слива с хорошими хозу. Конечно, плоды каждый год поражаются, червячки. Господи, из 100 вопросов я обычно отвечаю на 90-98. Не знаком с червячками. И у меня всегда получается так, что, как бы, вот, Борис, поверьте, и не обижайтесь, что я не смогу ответить на ваш вопрос. У меня даже сливы, например, которые я посадил с дуру 30-35 лет назад в ямке, они сразу начали гнить. То есть у них сразу в нижней части появилась плесень. Я отслеживал, но ничего не делал. Я смотрел, надолго ли хватит, потому что груш изгнивает за несколько лет. А почему на стороне нет груш? Это вот из-за этих ямок для полива, углубления почвы. И абрикосов тоже практически нет. И даже больше ученых не знают, что это одна из причин. А здесь получается так. Она гнила, гнила, гнила. Наконец, на 25-м году, две такие, у них, поверьте, грибы, трутовики появились. Да какие крупные, прямо на это, на штампе. Но наука требует, я не знаю почему, чтобы их спилить. Они мне еще после этого много лет давали плоды на подвое, да и седубные они вполне были. Вот. Это берут крайний случай. То есть, совершенно больные деревья. И все равно, ни одно, никогда, не считая этих самых, на яблонях этих плодожорки, никогда никаких червячков не знакомы. Не могу ответить. Теперь посмотрим, что отвечает ему клингер. У меня так же, но я не страдаю. Я просто срезаю эти стекленевшие выделения ножом. Ну, у нас будет все, после этого деревья гибнут. Попробуй что-нибудь срежь. Потом мы тут счастливо едим. Плоды сладчайшие. Сколько раз проверяла, червей не было никогда. Это не проблема. Я думал, что побоидно после града. Плоды никогда не склеивались. Но, что там скажешь. Так. Сегодня, как всегда, интересно. Спасибо большое. Мы вас очень ценим. Ждем следующей встречи. Смотритель. Ага. Вот тут, наверное, Юрий его задал вопрос. На два корневых отростка одной и той же. Это, кстати, мой брат. Вот. Среву прошлую весну привил черенки от одной и того же абрикоса. Они хорошо развиваются. Почему разберлись в разных? Да потому что... Именно разные. Потому что это... Теперь это вегетативные гибриды. Вот. Причем взаимодействие идет по-разному. Вот, допустим, вы видели, как... Ну, ой, не буду уже конкретных примеров. Мы уже с вами и десятки разобрали, да? Вот. Я всегда утверждал, утверждаю, и придется, что вегетативные гибриды и чисто индивидуальные, и единичные. Мы даже, кажется, что вроде бы они одинаковые, но у них все равно... Если приглядеться, там, взять микрометр, уже что-то разное найдем раз. Морозотойкость, которую нельзя измерить, тоже разная. Вот. А это... Посмотрите, скелеты у всех разные. Вот. И получается так, что... Все, что касается прививок, здесь... Вот эти два генных... Генных организма, они соединились в одном. Это такой коктейль получается. Что наоборот, то, что... Если бы были одинаковые, это было бы ненормально. А то, что разные. Что дальше ждем? Правильно. Мы ждем теперь разные плоды абрикоса. А разве не интересно? Мне когда-то зацепило, когда Мешков в Дальневосточном волшебник. Он просто звонит, может, говорит. А у нашего Машкова-то, знаете, такой, говорю, знаю. Супер. А вы знаете, что он 20-граммовый посадил абрикосы? А получил 90-граммовое. Я говорю, ну, теперь-то я уже всему верю. Вот. Теперь я всему верю. Ну, потому что у самого уже... Ну, конечно, с кустик я такого не получал. А почему бы и нет? Так вот, что мне написала Людмила? Она умудрилась на терн привить. А, манжурский абрикос. Это значит, зачем она ее прививала? Вот. Ну, если я высылал манжурский абрикос, почему бы и нет, да? Вот. И какой-то культурный супер. А результаты получились одинаковые. Значит, влияние по двое сумасшедшее, сильное, такое, что наоборот, построил их в одну шеренгу оба сорта, получил это влияние терно. Так? А здесь наоборот получилось. И вот я говорю, гететивные гибриды, это буквально штучный товар, штучное изделие. Пройдет время, посмотрим, что получится. А что ответил? Смотрите, почка, почка, рознь, даже две почки одного черенка могут дать разные побеги. Одна почка в рост, то есть с флориком, вторая заморожен мелким. И листья разные будут. Так. Ну, прекрасный ответ. Дальше, Александр, смотрите, облепиха хорошо разминается корневой поростью. Для этого не надо перекапывать. А, ответ. А можно ли без проблем обрезать облепиху? Когда разрастается, быть шире. Так, я не специалист по облепихе. Вот. Насчет обрезать облепиху. С одной стороны, она живучая невероятна. С другой стороны, она та же, как мы, не любим, когда нас режет, пилит. Вот. И насчет заболеет. Черт, не пробовал, не проверял. Так. Евгений, какие подвоекардика и полухардика используют в Мичуринске? О, пожалуйста. Отвечайте, я пошел. Это последний вопрос. В Мичуринске используют два разных подвоя. Они называются номерами 396-й подвой и 118-й подвой. Это прямо такие уже устоявшиеся названия. И есть подвой, который называется Б-9. Будаговского. По-русски это парадиско-будаговского. Все они, авторы их Будаговский и 118-й и 396-й, все они получены в Мичуринске. И ими вся Россия и пользуется. А вы даже с его сыном или веноком познакомились? Я познакомилась с его сыном. Он работает там в университете, преподает. Занимается он. Изучает влияние лазера на растения яблони. Меняет подигенетику так же, как химия, да? Генетику не меняет, потому как генетика, как он говорит, не меняется. Он все это называет одним словом эпигенетика. Эпигенетика это то, что над генетикой. То есть сверх того, куда человек вмешаться не может. Потом эту тему еще можно будет развивать. Мы с ним это будем обсуждать. И мы сами сможем понять, что это такое и как. Есть ли какое-то влияние, нет ли влияния, от чего это зависит. Может ли человек туда как-то, ну, вторгнуться и на что-то повлиять. А лазером глаза лечат? Значит, и глаза лечат, и другие органы. Значит, можно повлиять. Да, конечно. А оно нам надо. Смотря какая цель. Ясно какая. У нас только одна цель. На север продвинуться. Все. Я думаю, надо изучать. Боднера. Мой сад не в счет. Несколько деревьев. Я не каждый год даже могу наесть этих черешин. А настоящий сад у Боднера, а он один. А почему? На самом юге зацепился. Там, где микроклимат. Ну да. Вся работа впереди. А самое еще, знаете, что я бы, как в будущем, как доказать, что это регулятивные гибриды. Вы смотрите, есть уковыжение ветром нагуло. Есть? Есть. Бытовое, скажем так. Если его как-нибудь математически доказать, статистически обработать, и все это представить в виде. Не надо, это, сад, сто гектаров и сто лет. Как минимум сто штук. Ну, мы это продумаем, как это можно сделать так, преподнести академической науке, чтобы все было четко и придраться было не к чему. Чтобы это был не единичный экземпляр где-то в микрозоне, а чтобы опыт был повторяемый. Вот тогда это можно будет считать таким, чтобы академическая наука таки обратила свой взор туда. Ну, для этого мы и работаем. Давайте, наверное, следующее прочитаем. Александр пишет. Пора уже снимать фильмы про сад в Красном Хуторе. Эти карлики и колоновитки полуживые. Мы уже насмотрелись. А у нас разве мало фильмов про сад в Красном Хуторе? Сотни. Сотни. Нет, дело в том, что, смотрите, вы сами сказали, он прав, Александр, кстати, мой старинный друг уже. Вот. Дело в том, что вы сказали повторяемость опыта. Повторяемость это как раз, когда из года в год надо, чтобы результаты повторялись. Так, в этом году я, вон, пень, только одно дерево спилил. То-то и дело. Только одно дерево спилил, так. Вот. И почти спилил верхушку эту. Ну, то есть, потери минимальные. Теперь. В этом году я ожидаю сверхурожая сыновей Маньчжорса, да. Это и есть. Я показывал пару феноменалов. Надо снять? Конечно, надо. Конечно, надо. Это не просто, это, как сказать. Это следующий шаг. Вот. Если умудрилась после двух сорок градусов в морозах выжить и плодоносит, пусть не так густо, академик, поина, королевский. Это тоже феномен. Черешня вообще убила. Просто убила. Я даже ждал, что деревья будут мертвые, а она не с плодами ставит. А уж эти, которые теперь гибриды, эти вишни и черешни, где я как раз вообще теперь это себе родной город. Ну, в общем, и так далее. Это, что Александр прав. Следующий этап. Опять. Это еще всю жизнь доказывать надо. Ну, да. А вдруг это случайно? Там несколько лет, а потом все равно умрет. Все, вопросов больше нет. Когда-то их было столько, что я не мог ответить. Ну, видимо, я за большинство ответил. Так, следующий вебинар, как обычно, в субботу состоится. Я хочу вот что, друзья, сказать. Возможно, если подключится Елена Александровна, так сказать, молодая кровь, возможно, мы их никогда не остановим. Почему? Я не скажу, что их много, но и меньше не становятся зрителей, участников. Не становятся. Значит, есть какая-то определенная планка, ниже которой мы не опускаемся. А потом... Я надеюсь, что когда-то и Мичуньский узнает про нас с помощью этих же фильмов, вебинаров. Вот. Потом у меня появился еще один замечательный помощник, Александр Валерьевич Киселев. Я вот прямо сейчас прошу с экрана. Просьба то, что рассказала нам Елена Александровна, выделить в отдельный фильм. Там, где я, Муравьев, восхищался ими. И возмущался этими палачами садового мира. Вот. То же самое. Я вот... Ходили мы сегодня по саду. Действительно, возьми сейчас... Деревья еще молодые, да, вот, где выходили. Три, четыре, пять лет. Первый урожай на некоторых висит. Если взять сейчас секаторы до метра, они же все ветки-то пониже стерятся. И до метра взять, все подрезать, чертую мать. И ведь саджи погибнет, согласитесь, мы же сибиряки. Ну да. Ведь погибнет же. Ну ладно. На этой ноте нам не закончим. Не дай бог, чтобы до Мичелинска добралась эта страшная болезнь. К нам ее завезли азиаты. Вот. А наши яблони мощные, морозостойкие, урожайные. Мы держали любые морозы. Они сдались. Несколько областей центральной Сибири, даже не знаю. Все уничтожено. Столько мы старались, столько всего этого. Мы, кто были, мы были экспортеры яблок. Как мы, Хакасия и Юг Краснодарского, экспортеры, развозили по всей Сибири наши яблоки. Сейчас под нас подделываться на Сибири Азиаты. Возле Абакана точка. Чьё это? А там горы этих фруктов. Хозяйство Железонского. И весной, и летом, и осенью. Едешь в марте месяце, и лежат яблоки. В апреле лежат, и в августе лежат те же самые яблоки. И говорят, что местные, нынешние. Да, потому что их не уже все знают, что они отравлены. Но они нам завезли смертельную болезнь. С удовольствием у нас яблони больше нет. Давайте захотите заниматься сливами, прикосами, по барабану нашим морозом. Если не калечите. Ну и яблоню можно, я думаю, вылечить. Или новое заложить. Ну это все, мы опоздали. Опоздали? Их уже нет. Их уже нет 90%. Сейчас появились, мне рассказывают, что люди покупают саженцы. Ладно бы замерзли. Весной покупают, а они сразу желтые листья, сразу умирают. Уже зараженные. Понятно. А черный рак, он был всегда. Ну и черт с ним, в дереве так жили с этим раком. Погибали в глубокой старости. Ну вместо 50-ти лет, 20-30 лет. И вообще не ваше это дело, болезни. Мы обсуду видели рак? Нет, не видела. Точка. Все. На этом надо и закончить. Да. Ну все. До свидания, друзья. В следующую субботу, я надеюсь, нас меньше не станет. Пригласите своих родственников, друзей. Дальше пойдет много таких советов, которых вы даже не догадываетесь. Самое главное, избавиться от каторжного труда. Это я вам обещаю. Ну, спокойной ночи. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok